Я занимаюсь в основном сканирующей микроскопией ближнего оптического поля, которая по-английски называется SNUM, Scaning Neural Field Optical Microscopy, которая позволяет исследовать оптические свойства поверхности с весьма высокой пространственной точностью. Оказывается, что этот прибор, который был изобретен в конце 80-х годов, может делать изображение поверхности любых объектов с точностью гораздо лучше, чем оптическая длина волны. Это происходит благодаря так называемому ближнему оптическому полю, суть которого в том, что бывают электромагнитные поля, которые плохо излучаются в окружающий мир. Если мы рассмотрим электронные часы, то в них какие-то процессы происходят тысячи, даже миллионы раз в секунду, какие-то сигналы идут цифровые, какие-то электрические напряжения появляются и исчезают миллионы раз в секунду. Но снаружи абсолютно невозможно узнать, что в этих часах происходит внутри, потому что все электрические поля и токи, которые внутри этого прибора — в часах, в калькуляторе, в MP3-плеере — не выходят наружу. С другой стороны, как только мы добавляем к этому прибору антенну, например, мобильный телефон, который наружу радиоволны излучает просто прекрасно. Эта микроскопия ближнего оптического поля — это метод, который приносит мост для внутренних колебаний электрической плотности в атоме или молекуле, чтобы эта электрическая поляризация, которая в принципе в мир почти не излучается, если мы приставим антенну к ней, то сразу все полетит прекрасно. Или другая аналогия, что мы не можем узнать, что происходит внутри электронного прибора, например, 3-плеера. Если мы хотим его починить, понять, что там происходит, мы берем осциллограф, из него торчит тонкий проводочек, и этим проводочком-щупом мы тычем в разные места этой электронной схемы, и все можем узнать, где какие сигналы происходят. В обычной микроскопии и спектроскопии существует очень серьезное ограничение, которое не позволяет волну сфокусировать лучше, чем в размер порядка длины волны. В квантовой механике это часто произносится как сакральное свойство Дебройлевой волны, когда нам объясняют, что невозможно одновременно померить координату и импульс частиц. Это все свойства любой волны, абсолютно любой, звуковой тоже. Скажем, у короткого звука нет, как известно, ноты, частоты. Чтобы услышать ноту, нужно некоторое долгое время ее послушать. Но это касается только волн. Это значит, что радиолокатор не может лучом нащупать самолет с точностью до сантиметра в небе. Это означает, что через микроскоп мы не можем разглядеть бактерию с точностью лучше, чем четверть микрона. Потому что волны нельзя сфокусировать бесконечно жестко. Но, тем не менее, если мы просто приставим провод, то длина волны 50-герцового тока составляет примерно размер Земли — 6000 км. Но, тем не менее, каждый понимает, что с обычным вольтметром мы, приставив проводочки, можем определить положение розетки с точностью до сантиметра. То есть этот предел порядка длины волны не является фундаментальным. Когда в конце 80-х годов, благодаря развитию техники, в первую очередь, туннельной микроскопии, появились приборы, которые могут тоненькую иголочку или тонкий проводок приставить ровно к нужному месту поверхности и делать это с точностью лучше, чем ангстремы, то тогда вот и появились люди, которые сделали оптический ближнепольный микроскоп, у которого разрешение в оптическом сигнале оказалось порядка сначала 100 нанометров, а потом вот и одного нанометра. Многие физики, услышав о том, что это возможно, первая реакция была до эдиты, потому что все знают, что свет сфокусировать лучше, чем в длину волны нельзя. Так вот, оказывается, что если мы к поверхности приставим иголочку и осветим эту иголку светом снаружи, то в этой иголке, как в любой антенне, раскачаются электромагнитные колебания, и эти колебания, как и из любой антенны, тоже будут рассеиваться в окружающий мир. То есть мы их можем поймать. Иголочка большая, она размером 10-20 длин волн, то есть с нее все прекрасно, все волны летят, и на нее прекрасно все волны принимаются. Теперь мы эту иголочку, как обычный радиофизический прибор, как штыревую антенну, приставляем к поверхности, и оказывается, что условия заземления этого нижнего кончика иголки меняются в момент, когда мы ее почти касаемся, и от этого иголка начинает по-другому рассеивать в окружающую среду. Эти изменения очень маленькие, но оказывается, что есть некоторые оптические довольно тривиальные фокусы, которые позволяют даже такой слабенький свет уверенно продетектировать. Таким образом, мы получаем сигнал, который является произведением двух величин. Во-первых, амплитуда и фаза поля, которая на эту иголку светит. А во-вторых, амплитуда и фаза диэлектрической проницаемости поверхности, которая эту иголку заземляет. Получается, что для разных экспериментов, если особенно повезло, и мы можем сказать, что поле, которое двигает иголку постоянно, или наоборот, что диэлектрическая функция поверхности одинакова, а тогда мы можем мерить поле, то из этого произведения мы можем какую-нибудь полезную компоненту извлечь. Например, посмотреть, как по поверхности полиуретон-активного кристалла, в котором свет лазера по частоте совпадает с частотой колебаний молекул. Оказывается, что мы можем посмотреть значение поля в каждой точке этой бегущей волны. Или наоборот, мы можем взять транзистор, осветить его с помощью этого микроскопа светом, и ровно в той точке, где иголка касается поверхности, мы будем измерять оптическую диэлектрическую проницаемость этой поверхности. Тогда мы можем проезжать и сказать, что здесь кремния, а здесь алюминий, а здесь оксид кремния. И даже на длинных волн 10 микрон мы вполне можем получить разрешающую способность 10 нанометров, то есть в тысячу раз лучше длины волны. Такие эксперименты делали не только для 10 микронного света, вообще делали для СВЧ — поле, когда длина волны один сантиметр, а разрешающая способность все равно получается нанометры. Вот такой прибор, и с историей его тоже смешные вещи происходят, потому что принято считать, особенно без апертурного варианта, который сейчас применяется, о котором я в основном рассказывал, изобретен был в 1992-1993 году таким Кумером Викромасинхом. Это очень энергичный индус. Он работал в фирме IBM и вообще-то занимался совершенно другим. Он занимался какими-то приборами, которые позволяют пощупать с той стороны кремниевую структуру. А этот прибор он сделал просто для баловства. Ему интересно показалось, что он сделал. Про этот метод он больше ни одной статьи не написал. Лет десять эта статья лежала забытая, никому не интересная. Потом вдруг нашелся Фрид Скайлман в Мюнхене, который такой прибор сделал, оседлал, и начал на нем публиковать десятки замечательных статей. И вот между известной возможностью и расцветом этого метода прошло минимум десять лет. А сейчас уже таких статей десятки и сотни, успешных групп по этой методике в мире не меньше десяти. Оказалось, что свет на мелкие объекты можно приносить совершенно по-разному. Заниматься той же самой спектроскопией, которой люди уже давно привыкли заниматься без нанометровых фокусирующих иголок. Можно смотреть, например, спектроскопию отдельной молекулы, можно смотреть, если очень коротким импульсом осветить молекулу или атом или другую структуру, можно смотреть, как в ней колебания разгораются, затухают, раскачиваются, и делать временную спектроскопию того, что происходит под иголкой, с точностью соответствующей длительности лазерного импульса. Получилось, что эта методика уже перешла к методике спектроскопии отдельных атомов и молекул. Тем более, что, напоминаю, приставить молекулу к антенне означает дать этой молекуле точечной, малюсенькой, она ничего не излучает сама. А вместе с антенной она может излучать сколько хочешь. Она может излучать гораздо эффективнее и мощнее, чем просто висящая в воздухе в фокусе обычного микроскопа. Правда, это приводит к некоторым проблемам, потому что чем быстрее высвечивается молекула, тем у ней получается шире оптический спектр, в силу как раз того соотношения неопределенности. Это означает, что спектры молекул, полученные такой методикой, не только просто оптического рассеяния, может быть комбинационное рассеяние, например, когда светим на одной частоте, молекула раскачивает свои колебания и переизлучает другую частоту. Оказывается, что эти спектры делаются шире, во-первых. Во-вторых, импульсы, которые высвечивают эти молекулы, за счет этого делаются короче. Поэтому, когда мы пытаемся дальше сравнить таблицы спектров, уже давно известные и полученные из классической спектроскопии, то у нас могут быть неприятности. То есть там пики сдвигаются, ширины увеличиваются, но, тем не менее, это вполне интересная самостоятельная область. В принципе, методика хороша еще тем, что мы можем осветить какой-то выделенный кусочек поверхности. Если мы хотим, например, делать оптическую литографию на поверхности, накрасим какого-нибудь фоторезиста, принесем туда иголочку, это значит, что мы на фоторезисте можем оптически выжечь какой-то кусочек, который потом не растворится перед травлением, мы можем его выжечь с точностью порядка нескольких нанометров всего. Это позволит таким образом делать технологию еще более нанометровой, чем она есть сейчас. Сейчас проблема, что оптически сфокусировать изображение маски на фоторезист микросхемы будущие бесконечно трудно. Люди переходят в ультрафиолетовые лучи, переходят в венгеновские лучи. А здесь получается, что можно на обычном свете от обычного лазера, просто приставив иголочку, нарисовать любые супермелкие транзисторы, резисторы и проводники на поверхности. Это тоже может быть одно из мысленных применений этой методики. Самое очевидное и приятное — это то, что можно прийти и поисследовать одну молекулу из тысячи. Мы булку нашу приносим, тысяча молекул нашего оптического сигнала не слышат, а только одна, на которую мы наставили, только она и выдает оптический сигнал. Поэтому мне кажется, что такая методика в ближайшие 5-10 лет уж, по крайней мере, будет приносить просто чудовищные дивиденды, как методика, готовая полностью к технологическому применению. Продолжение следует...